Откуда на улицах Заречного грязь? Казалось бы, дороги и тротуары постоянно подметают, а свалиться с неба песок не мог. Причем, если обратить внимание, грязно не в центре города, а по окраинам, там, где ведутся строительные работы. В 132-м квартале возводится многоквартирный дом. О чистоте дорог местным жителям приходится только мечтать. Здесь без комментариев. А это стройка в 18-м микрорайоне. Скоро на улице Озерской возведут большой современный бассейн. А пока горожанам приходится плавать здесь в лужах грязи, которые на своих колесах вывозят спецтехника. По предписанию главы администрации Заречного Вячеслава Гладкова, водители автомашин, которые обслуживают городские стройки, при выезде с объекта должны мыть колеса. И вроде бы они этим занимаются. Или только делают вид? Вот этот КАМАЗ охранник поначалу не хотел выпускать за ворота без мойки. Может, камеру постеснялся. Но с помывкой вышла неудача. Длины шланга хватило только на задние колеса. Передние так и остались грязными. И это не единичный случай. Всего лишь получасовое дежурство с камерой возле городских строек показало, откуда родом Зареченская грязь. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».